Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Демастер, и мы, ребятки, с вами продолжаем играть в сывкрафт. Как видите, у нас недавно вот закончилось буквально изучение религии, теперь мы изучаем арсенал, и пора бы построить, ребятки, пора бы построить монумент, да, монумент, который будет приносить нам очень много культуры, а, соответственно, с культурой наша территория, наша территория нашего города будет расти, и, соответственно, молоточки, наука, все будет увеличиваться. Давайте же найдем место для монумента, я думаю, в принципе, оно будет где-то вот тут, правда, очень много свинозомби здесь стоит, это очень опасно, они могут изи меня убить. Они уже, видите, как видите, заглядись на меня, мне нужны какие-то блоки, но блоков у меня особо нет, поэтому сейчас мы их быстренько здесь подкопаем. Чтобы он мог... Нет, 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 пожалуйста, 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 с финозомби, отстаньте от меня, у меня если закончится еда, будет очень и очень плохо. Как видите, мы вот даже ров выкопали, чтобы можно было спокойно этих чуваков эвейдить, потому что они не падают вниз, они типа хитрые, такие они пытаются обойти, но не всегда эта хитрость им удается. Сейчас, давайте вниз спустимся, где-то были блоки, здесь у меня семинар для фермы ждут. Так, где-то тут были блоки у меня, ребятки. Вот, возьмем эти оранжевые. Все, я взял еды, блоков и можно возвращаться к строительству монумента. Надеюсь, мне не убьют эти свинозомби, если они меня ударят, то вроде убивают с одного удара. Так, отлично, давайте где-нибудь здесь его прямо поставим, но не перед входом, где-нибудь вот тут я, наверное, его зафигачу сейчас. Слэш таун, сейчас мы его нужно построить, таун буилд. И нужно монумент найти. Блин, как его строить-то, я уж не помню. Так, клэм, клэм, или просто слэш билд просто надо написать. Я уж просто, ребят, давно это не делал, поэтому забыл немножечко. Давайте слэш билд попробуем. Билд. Да, видите, слэш билд и билд лист, и мы узнаем, что мы можем строить в нашем городе. Банк, капитолий, монумент. Нам нужен монумент, 15 тысяч стоит, давайте просто билд. Билд и надо, наверное, просто написать монумент. Билд, мо... Монумент. Так, отлично, мы убираем стиль, опять же, нашего монумента. Ну, я на все буду строить в этом... В медиавал-стиле, да? Все, вот тут будет наш монумент. Ну, давайте напишем yes, меня, в принципе, все устраивает. Так вот он будет выглядеть. Окей, yes. Вы должны строить, находясь в границах. А-а-а-а, нужно еще заклеймить территорию, точно. Надо, знаете, что написать? Т-клейм. Мы заклеймили эту территорию, теперь вот здесь вот добегаем. Здесь тоже пишем т-клейм. И теперь уже строим. Yes. Все, строительство началось, ребятки. Строительство началось. Боже мой, монументик мой маленький, будет сейчас строить. Сколько с ним на монумент нужно было этих? А-а-а, молоточки. Две тысячи молоточков на монумент. Но у нас, как видите, т-инфо. Я добавил казмода в город, и у нас стало молоточков чуть меньше. А-а-а, вот. У нас, где культура генерируется, будет больше культура генерируется. С этого будет расти территория. Вот, ладно, смотрите дальше. А казны у нас 19108 молоточков, у нас 3150. То есть, где-то за 7-8 часов построится этот монумент. Ребят, ну я, думаю, в сегодняшнем видео я все покажу. Видите, он уже начал строиться по блокам, потихонечку, потихонечку. Строится наш монумент с вами, ребят. Это круто, это реально круто. Как вы можете видеть, ребята, наш с вами монумент сзади уже построен. И смотрите, как же он прикольненько выглядит. Боже мой, вот он. Это похоже на какого-то коня, который стоит. Это очень крутая штука. Уже прошло чуть больше времени, я ничего не прокачивал, не строил, к сожалению. Потому что я спал. Я просто пошел спать. Ну и тут, видимо, кто-то из наших построил дорожку. Видимо, это был Казмод. Вот. И смотрите, прикольный монумент. Реально классненький. И он дает нам культуру. И таким образом наша цивилизация уже второго уровня с культурой. И это очень круто. Это значит, что мы уже получаем больше очков. Вроде бы... Фонды посмотреть. Наш город уже, как бы, да. Жители два. Молоточков стало 500, а науки стало 210. Вот так вот, ребята. Да, видите, город разросся. Хотя уровень города первый, да. Но там территория выросла в два раза благодаря культуре. И из-за этого выросли молоточки. И как раз-таки, получается, наука. Пробирки. Таким образом, монумент ставить очень выгодно. Но сейчас мы прокачаем с вами, знаете, что. Сейчас мы с вами изучим такую крутую тему, как... Я вот, я думаю, либо фермерство изучить, либо законодательство. Давайте посмотрим. Сив. Ресерч. Поведи. Ресерч. Лист. Посмотрим, что мы можем прокачать. Там уже должно появиться много чего. Я написал цин. Ясно, ясно, ясно. Сив. Видите, проснулся, только туплю. Вот, мы можем сделать виноделье, законодательство. Как раз то, что я хочу прокачать кузница. Кузница даст нам, если мне не изменяет память, Т1, сталь. И, короче, этот, и состройку кузницы, что даст нам в итоге хорошую броню и оружие. Это нужно прокачать, но я пока не вижу в этом никакого смысла. То есть, до войны еще, в принципе, много времени, поэтому пока что с кузницей я повременю. И, наверное, все-таки прокачаю сейчас законодательство, что у нас появился банк, прямо в нашем городе. Банк второго уровня. Это будет уже лучше, чем на спавне. И мы можем прокачать до города. Так что, наверное, сейчас я займусь все-таки законодательством. А потом уже пойду как раз таки в стрельбу, там, которая позволит нам делать луки. В кузницу, которая позволит делать мечи и броню. А, нет, нет, мечи не позволит нам сделать. Литье металлов. Вот, литье металлов. Тупанул, ребят. Литье металлов позволит нам делать уже мечи. То есть, кузница позволит нам сделать только броню, там, саму кузницу построить, естественно, и броню сделать. Эх, туплю-туплю. И фермерство нужно будет прокачать. Но сначала прокачаю законодательство. Давайте прокачаем законодательство, в принципе. Так, цифры, ресерч, он законодательство. Все, начали изучать. На него уже нужно больше пробирок, как вы могли заметить. Тоже, на выгнете, заходите. Смотрите, вот, как бы зашел, сейчас 9 часов утра ровно, и уже 3 новых игрока зашло в это время. Круто, очень много новых игроков заходит, это классно. Вот, смотрите, сколько на законодательство нужно? Больше денег, как видите, нужно, и науки в 2 раза больше. Это, кстати, один из тех, почему я захотел именно законодательство прокачать, потому что оно будет дольше делаться, и я смогу спокойно заниматься своими делами, а потом вернуться и просто прокачать что-то другое. Ладно, у нас на городе еще вроде остались деньги. Да, самое главное, что надо будет загонять еще до этого, до спавна, и продать некоторые ресурсы, чтобы уже построить банк себе, ну и построить банк второго уровня. Да, надо будет, правда, еще потом идти через коттеджи. Ну, а это, в принципе, все будет круто, а попозже еще. Сейчас пока что хочу основную структуру для города, ну, для нашего города развить, и казарма, наверное, будет где-нибудь, не знаю, туда. Я, на самом деле, должен продумывать, где я не буду стоять, там, все это, там, рассчитывать, но пока мне, если честно, просто лень, поэтому я этого делать просто не буду. Так, буилд, слэш буилд. Все равно на дейфе у нас будет слишком много, и нас вражеские чуваки здесь не пробьют. Билд, 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 билд. Что я должен? Билд лист, билд лист. Так, бараки, вот, мы должны построить бараки. Билд, бараки. Естественно, стиль у нас будет, как обычно. О, погодите, а здесь нет медиавал стиля у этих бараков, офигеть. Вы смотрите, у этих бараков нет медиавал стиля, вот такого же стиля, который мы все строим. Давайте сделаем их, не знаю, давайте их построим в каком-нибудь стекском стиле, или, может, культи, дайте культистские бараки построим. Я просто не знаю, как это выглядит, мне просто интересно, как это будет смотреться. Ну, если честно, нет, здесь я не хочу строить бараки. Ну, вот так вот они будут выглядеть уже. Нам показывают, о, у меня сейчас может кикнуть the fly, или нет, я же админ, мне не должно кикнуть the fly. По идее, вот по этим блокам лучше не бегать, ребята. Запомните, по этим блокам лучше не бегать, потому что они, как бы, только вы их видите. Когда вы прописываете эту команду, только вы видите вот этот минимум, то у вас на клиенте прорисовывается, в этом фишка цифткрафта. Да, да, здесь их не поставить. Давайте попробуем поставить их с другой стороны, может, даже наверху. Потому что здесь они просто не влезают, ребятки. Здесь они просто не влезают, и пусть лучше встать где-нибудь сверху. Хотя я хотел все это ровнять, нет, давайте не будем ставить их сверху, я все равно хотел это все ровнять. Все эти горы, они будут... Потом их сравняем с землей. Здесь просто мы будем копать ров вокруг этого места, поэтому, блин, тяжело, пока что тяжело все это делать. Давайте попробуем просто постоять это чуть левее, вот здесь, вот я не знаю, где-нибудь. Это же является территорией... Нет, это уже не является территорией, тут начали наши чуваки выкапывать просто. Вот они-то здесь строить их, ноу написать. Отменить. Слэш ноу. Так, вот так. Надо видеть что-нибудь другое для отмены. О, кажется, это меня немного залагало. Ростелеком. Нет. Вот тут, в принципе, будет неплохое место для бараков. Нужно только теперь провести территорию города до сюда. Давайте же ее сюда проведем. Нужно написать town claim. Слэш town claim. Сюда вот отлично заклеймили. И теперь еще вот тут вот тоже town claim. Нужно будет еще, получится, около тысячи потратить, чтобы вот здесь вот еще заклеймить. Вышли с границ. Призна, смотрите, пишет. Блин, нужно как-то заклеймить это. Ну-ка, попробуем написать yes. Может, уже можно? Нет, видите, я не могу это строить, потому что это не на границах находится. Ну, место, кстати, какое-то хорошее. Место горы сразу же, чтобы ее не убирать. Удобно, мне это нравится. Мы зашли в город. Алькатрас, да, видите? А где мы доходим до сюда? Вот. Да, здесь пустошь. Здесь я должен заклеймить. Town claim. И сверху тоже заклеймить. Еще, блин, много денег тратим. Town claim. И теперь я должен написать yes. Я не понимаю, мы в пустошь уходим здесь? Нет, тут мы еще не в пустоши. Так, давайте напишем. Так, вот здесь пройдем. Ага, вот. Здесь уже тоже написано town claim. Много денег не тратим. Главное, чтобы остались деньги на казарму потом. На саму. Ну, на бараке. Town claim. Мы теперь нужно спуститься вниз и написать yes. Ой, yes. Да боже, а где есть еще... Где еще не граница-то тут осталась, города? Мы сейчас не на границах города? Блин, сложно, 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 сложно. Это пустошь. Это мы на территории города, между прочим. И это мы на территории города. То есть мы, кажется, правильно строим. Так, то он. Инфо, сколько нас денег в городе. 18 тысяч. В принципе, еще можем заклеймить вокруг этого места. Но, блин, странно. Странно это все работает. Да, смотрите, полностью вся эта штука в территории города. Полностью вся казарма, она на территории города находится. В чем тогда проблема? Вот на данной циви такое бывает. То есть заранее лучше, конечно, клеймить всю территорию, потому что, ну, порой бывает, ты вроде все отмерил, а потом вот так вот бегаешь и примеряешься. А где же что неправильно стоит? Поэтому клеймить территорию лучше, да. А может, где-то в центре я забыл заклеймить? Нет, видите, все. Ну, ПВП, Алькатрас, да, это наша территория. Я только выхожу ровно с этой территории и сразу же не пишет то, что пустошь. То есть я, в принципе, все правильно делаю. Так, тут я уже провел, да, приват. Можно чуть-чуть левее попробовать его поставить. Знаете, давайте попробуем чуть-чуть левее поставить. Напишу любую фигню в чат. Ноу, типа, постройка отменена. И теперь напишу билд. Билд в Араке. И опять культистский стиль. И теперь вот, yes. Не-не-не, no, no, no. Слишком большая высота. Нужно вот на этой высоте вот так вот. No. Хочу культистский стиль. Да, прямо к памятнику больше стоит, yes. Находясь на границах города. Почему он не считает, что это граница города? Да, давайте посмотрим. Вот опять же. Здесь вроде границы города есть. Я сейчас на границах? Вышли в пустош. И тут баха, я сразу же в городе. Может, все-таки где-то какой-то чанк не задевает? Тут я в городе. И тут я в городе. Может, этот чанк я тоже приватил, чтобы все сделать. Правильно. Может, нам нужно больше чанков? Хотя, не, не должно быть так. Не должно быть. Должно быть нормально. Я не стал париться, ребята. И просто заприватил все вокруг. Еще этой территории на всякий случай. То есть, я вот там два чанка заприватил. Там два чанка заприватил. И вот эти два чанка я не приватил. Они и так были заприватчены. Но я же до этого. И вот эти два чанка заприватил. Вот сейчас у нас молоточков, как помните, уже больше. То есть, не 300, а даже вроде 400, 500. 500 молоточков. Смотрите, как быстро все строится. Даже для казармы, которая... Для бараков... Блин, я уже не могу посмотреть, сколько на них было. Но у них, короче, нужно молоточков сколько-то там. Но они достаточно быстро построятся. В принципе, блин. Не посмотреть уже, да? Не посмотреть. Не посмотреть, сколько на них там всего нужно молоточков. Думаю, тоже они быстро построятся за несколько часов 500 молоточков это круто 500 молоточков это класс То есть, если у меня было бы 500 молоточков, когда я строил только этот памятник Но он построился бы не за 6-7-8 часов где-то А за 4 часа То есть, эта постройка тоже будет строиться сейчас в 2 раза быстрее, чем раньше Все благодаря приросту культуры И скоро мы обновим 3-й левел культуры И территория наших границ тоже разрастется Я бы вам показал, но в принципе, в этом видео я оставлю ссылку на карту Там вы сможете найти, где находится моя цивилизация Сами потыкать на нее, посмотреть, как она выглядит и так далее Но в принципе, на этом все В следующей серии уже увидите все эти прокачки, новые бараки Может быть, даже мы пойдем снова в новый город Ну а с вами был The Master Всем удачи и всем пока-пока